добрый день уважаемые зрители добро пожаловать обратно в европу универсалис 4 за российскую империю где мы продолжаем восстанавливать наши территории которые мы частично утратили в войне с коалицией так лахор осада завершена отлично то есть эти три армии теперь могут атаковать начинал открывать большой армии если мы можем сначала атаковать маленькие нагайцы уже хотят мира нет они подождут стаку вайп так теперь сюда где-то мы еще сделали микро стак вайп окей мы наслаждались 50 годами процветания однако все когда-нибудь кончается печально сражение так еще один стак вайп нужно чтобы эта армия разделилась я не хочу сражаться сразу со 100 там было больше 100 тысяч оккупирована россии так минить марш ты идешь куда-то сюда деваша столица это деле уже хочет мира кабул мне нужен так что они предлагают репарации деньги и все нет да наверно мы не сможем протянуться но как минимум вот так хотелось бы получить забрать раз два три торговых центра здесь тоже торговый центр до да да обратили еретиков на бермуду хорошо у себя мы пока больше ничего не можем обратить возвращаемся к обращению наших миньонов прям наверно по очереди можно идти стоп нет сначала глянем вот здесь есть что то что мы можем это все в торговой компании там мы ничего обратить не можем нет ну значит по очереди деньги деньги должны работать постройка большого дворца монархам часто трудно держать дворян в узде и оставаться на равных с другими монархами благодаря распространению огнестрельного оружия дворянству больше не приходится исполнять роль воинов но как считают монархи у них остается слишком много свободного времени чтобы отвлечь дворян и занять их многие из занять их многие монархи в итоге занимаются строительством огромных новых дворцов и вводят замысловатые придворные правила в этом мы не сильно отличаемся от других потому наш главный архитектор получил приказ составить план строительства нового дворца построить дворец 1700 монет легитимность плюс 20 престиж плюс 10 отказаться престиж минус 10 нет нам не нужен сейчас такой дорогой дворец отлично мы смогли поймать кусок их армии и какой-то микро стек у трансаксании иван шестой теперь имеет черту справедливой национальные беспорядки минус 2 замечательно но здесь к сожалению не стек вайп ну не так много у мертвых как хотелось бы но и мы потеряли не так много так дели где у нас дели вот здесь кто из вас самый высокий артиллерий сергей орлов тогда ты иди сюда ты иди сюда армия стоит без дела ну давайте ее займем чем-нибудь мы смогли обратить провинцию чур в православие это у нашего миньона хорошо когда мы будем их интегрировать этих миньонов нам будет проще это сделать адмирал михаил дежнёв более не служит нам ну окей не служит и не служит убежал это армия ну ладно так они отсюда сбежали а нет не в ереване они в табризис сидят окей уборим здесь процесс главное следить чтобы их никто не перехватил по дороге а дели опять хочет мира шанские сепаратисты ну по идее здесь у меня должна эта армия за ними охотится да но на мои условия вы пока не согласны так что ждем зарабатываем маловато пока зарабатываем нагайцы хотят мира так от нагайцев я что хочу мерф ну и все остальное так термес чтобы у меня здесь проход появился потом уже все остальное да так здесь и не выход никому новому не получу если построю возьму вот эту змейку удобнее проход был удобнее проход был ну в принципе вот этот вариант меня устраивает ну в принципе вот этот вариант меня устраивает сражение за табрис выиграли деле взяли так что теперь скажите еще маловато да смогли обратить русская русская колумбия провинция между нашей страной и австрии подошло к концу перемирия следующий надо кстати проверять может там здесь я тогда смотрел здесь нет нету ни одной провинции где было бы что-то интересное в легкую мы выиграли это сражение отлично здесь тоже кто это такие армус армус еще в этой войне который с трансаксанией на более-менее армия большая по их меркам монификаторы советов истекли генерал потеряли сергей чуйский но без артиллерии остальном более-менее нет подавление повстанцев надеюсь здесь не хватает места как-то тут все печально с парковкой по и он еще шпион пациент вы все бессмертными что льва замнили то еще накроем популяризация шелковых тканей шелк всегда пользовался спросом во всем мире так как задолго до средневековья торговля им была одной из движущих сил стоящих за географическими открытиями на востоке возросшей доступностью шелка сырья и тканей спрос на шелковые вещи на западе стремительно растет сын возросший да наверно цена товара шелк изменилась на плюс 25 процентов ситец и других хлопчатобумажные ткани стабильное снабжение индийским хлопком привело к крупным изменениям в потреблении ткани европейцами муслин ситец и другие хлопчатобумажные ткани теперь стоят все дороже и дороже на европейских рынках цена хлопка изменилась над плюс 45 процентов офигеть исследование колонизации исследование и колонизация сибири россии начавшиеся при иване грозном продолжалась на протяжении всего 17 века концу века была открыта большая часть вас большая часть в восточной сибири в 1679 году русские достигли камчатки бассейн амура исследовался хабаровым в 1650 ты в 1689 русско-китайский пограничный конфликт был урегулирован в соответствии с нерчинским договором установившим границу по амуру в 1727 году согласно кихтинскому договору россия получила возможность основать факторию в пекине столице новой маньчжурской династии подписать договор мнение мина державе россии изменилось на плюс 50 провинции целая куча провинций перейдет мин появилась перемене с державой россии россия получит претензии нет отклонить договор из-за его бессмысленности мнение державы минара державе россии изменилось на минус 50 россия получит претензии регион западная восточная сибирь мне не держава могулистан изменилась минус 50 очередная провинция обратилась следующую это армия еще идет сада завершена так и сюда сюда и сюда 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 потом туда не есть здесь мы выиграли давайте двигаться где там этот армуз здесь все еще не хотят посмотрим посмотрим обратили албанскую провинцию генерал епифаний потемкин более не служит нам это плохо он участвует в сражении так что это плох плохая идея перестать служить нам так ты прибыл теперь опять включаем подавление кайданские сепаратисты сражение мы победили новый генерал юлиан чуйский очень даже прилично очень прилично нидерланда посеяли недовольство среди жителей нашей страны плохо так ты а не туда я уже кого-то отправил давай сюда пирована так так пока не готовы мы пока тоже не готовы испанский шпион о о о о о о о а здесь куда вот эта армия идет салишские сепаратисты это удачно обратили очередную провинцию так мирное предложение от трансаксании нет права прохода нет обратить следующую провинцию деньги потратить обратно сражение мы победили ну потери у них кстати не такие прям большие нет давай мы не будем так далеко тебя отправлять католические фанатики колумбийские сепаратисты все крепость мы взяли а теперь дели уже согласны на мир окей берем территорию это анализировать это это хорошо есть форт первого уровня нет шестого третьего уровня окей в горах отлично так вам нужно собраться вместе скажем вот здесь здесь тебе 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 тормоз прикольно тебя мы отправим сюда вернется наш дипломат и мы тогда поговорим с нагайцами долго ему возвращаться концентрация на угрозах отставить концентрацию на угрозах закончила здесь вот этот крюк ладно окей так 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 ты всегда ей ангастура производство микростек поймали хорошо генерал сергей орлов более не служит нам смерть наступила во время тренировки войск на его место пришел андрей глинский жители провинции архангельск получили место в парламенте колонии аляска прибыл золотой флот отправлены колонии аляска он принес нам 79 монет это золото увеличить нашу инфляцию на ноль враждебные нам капперы ограбили наш флот мы потеряли 40 монет окей 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 давайте проверим здесь на наличие спецпроектов оп есть есть место верда религия провинции тотемизм но здесь уже не тотемизм и является государственной либо синкретической религией владельца местные беспорядки стоимость технологий стоимость идеи ммм вообще прикольное чудо ну не чудо а великий проект но оно уже точно не будет работать так что можно спокойно обращать должна же быть карта великих проектов есть отлично здесь ничего то есть вот этот тут еще что то есть местное производство производство товаров ежегодные проценты по займам базовое производство дипломатическая репутация игнорирование дистанции национализации время преобразования культуры тоже прикольно стоимость строительства цена развития местное производство товаров цена развития цена развития национальные беспорядки стоимость стабильности стоимость пехоты скорость восстановления рекордов время формирования полков доход от налогов местные беспорядки прирост поселенцев в провинции миссионеры эффективность крещения язычников распространение институтов в провинциях с истинной верой ну так ничего но это пока не на нашей территории ну это значит что здесь мы можем спокойно обращать так меня да где моя армия тебе нужно пару пехотных полков так ты это наши наемники у которых закончилось подкрепление распустить распустить бранденбург принял титул курфюрста окей так дипломат вернулся вернулся нагайцы мое очередное супер щедрое предложение хорошо башкирию мы присоединяем у нас пока дипла очки в минусе поэтому мы не можем это начать процесс похода войска тибета нам не нужно так ты иди сюда все теперь ты полный состав имеешь мерф взяли надо армус еще захватить так п п п п п п п сюда патюринск потрясение династии гантимуров о бабушке нашего великого монарха ходят ужасные слухи говорят что она была не благородной дамы а дочкой простого крестьянина из глубинки какой ужас яростно отрицать минус 5 легитимности признать этот факт минус 5 престижа легитимность обратили очередную провинцию пока больше ничего не нам не доступно тогда идем сюда эти мы пока еще национализируем деньги очень хорошо так трансаксания перемирие с меккленбургом перемирие с но с испании окей окей с колониями и великобритания вступает в коалицию против нас и они первые кто это сделал нужно начинать войну с кем-то пока они не вступили в коалицию все блин испания вот чё ты лезешь то а австрии нидерланды польша венгрия саксония литва бремен кельн нюрнберг монту и неаполь тоска на констанц у вас так много войск тут никого такого супер сильного нету больше 183 нидерланды 288 быстрее как ты можешь содержать на 3 провинциях 38 полков так если мы атакуем напрямую нидерланды дания британь орлеан перара болонья это меня устраивает это не так много войск и мы ослабим у ослабим одного из главных наших врагов на данный момент что у них самая большая армия 288 пока если дания а так будет еще меньше дания и нидерланды и все отлично на теперь вы прекращаете муштру и пока идете охренеть охренеть порт чуть ли не в каждой провинции окей нам надо тоже так сделать чтобы они тоже блин замучились через наши провинции проходить я помню мне это уже кто-то советовал но это это какой-то звездец так атаковать вражеские флоты в североатлантическом побережье значит эти вот эту войну надо заканчивать побыстрее трансаксане а ты пока трепыхаешься потому что армуз армуз франкфурт вступает в коалицию венеция литва ну и кучу всех других вступают в коалицию плохо ингольштадт заключил договор о поддержке независимости с предателями в нашей автономии миф мекленбург перемирие с тосканой подошло к концу помирание заключил договор о независимости госпитальеры вступают в военную коалицию плохо очень плохо так так обратили провинцию пак следующий сражение выиграли кратиль ангастура а нидерланды приняли кондотьеров от милана к и основная кратиль ангастура М-м-м-кай, окей. Ну наконец-то, деньги, пппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп теперь ты уйди сюда ждем один день отправить закрыть за анализировать 153 процента проход от венеции нет дед марш нет не надо его звать а то еще его захватят и будет неприятно так деньги мы тратим на то то же самое ну что нидерландский флагман захвачен во время сражения с нидерландским флотом нам удалось захватить корабль якоб ван артвель де арте вель де флагман которым они раньше так гордились и хотя это несомненно впечатляющий корабль мы не просто одолели его но и сумели привести в наш порт более-менее целом мы будем надеяться это покажет им как глупо бросать вызов нашему могуществу в мировом океане русский флаг будет гордо реет над ним престиж увеличится на 10 процентов кей австрии вступил в коалицию так у вас с технологиями 23 22 23 дисциплина восстановление боевого духа так боевые духа армии варнии войне с еретиками ну давайте попробуем и в пупу пупом мощь пехоты 10 процентов скорость пополнения полков 20 процентов рекруты и военную усталость коалиция ланды так то есть его подкрепление даже не пошло сюда мы потеряли меньше пяти тысяч они потеряли по сколько это 20 под почти 30 тысяч ей а вот я не захватывает ну пускай балуются почему не могу пройти сюда дипломаты а вот почему он не смог пройти потому что он здесь осаду ведет окей тем лучше для меня мы можем провести дебаты так стоимость советников прирост готовности реформ стоимость изменения культуры миссионер число моряков дипломаты организация шпионской сети цена создания претензии доходы от вассалов стоимость дипломатического присоединения у вот это интересное эффективность торговли глобальное торговое влияние число военных очков ежегодный спад армейских традиций число рекрутов от числа парламентария в парламент числа мест в парламенте увеличится на сто сорок шесть тысяч я так понимаю что это не максимум а это текущее значение содержание армии потеря от истощения на суше а так я все-таки только одну могу отменить текущие дебаты в парламенте помимо возможности начать новые дебаты это будет иметь следующий эффект национальные беспорядки плюс 1 на 10 лет коррупция плюс 2 шанс на победу 41 процент разрешение использования земель количество земель контролируемых сословиями изменится на незначительные проценты шанс на победу 50 процентов сократить про плавишь о блин правящую власть административное правило уменьшится на один дипломатическое правило и военное правило тоже на один это вот эти вот нет это не правило что такое легитимность уменьшится на один вообще без проблем минус 3 военных очка если я правильно это читаю автономия в пскове плюс 8 процентов сократить правящую власть минус 1 каждого вида очков что ли козла отпущения комендант артемий дубенский умрет нет коррупция увеличится 004 если это разово то это вообще никаких проблем представитель вятка против текущий цилибатов граждане получит два влияния престиж уменьшится на один процент воинская повинность число рекрутов увеличит да это сразу я получил стоп почти 150 тысяч рекрутов офигеть круто давайте начнем строить новую армию необходимо 722 монеты но в то же время нам никто не мешает начать ее строить где москва быстрее всего будет строиться 1 2 3 4 5 10 15 15 45 1 2 3 4 5 да 1 2 3 4 10 11 12 13 14 окей пока что все дипломат вернулся нет еще они не хотят предоставлять мне право прохода нехорошие люди нехорошие люди я бы вас спас а вы не хотите мне для этого право прохода предоставить так ты лет стоит ли их игнорировать они здесь быстро сейчас все оккупируют и могут выйти на столицу нет не стоит их игнорировать ирланды так торговые споры очередной флот мы накрыли хорошо повстанческие настроения так мин плюс 15 беспорядком в баку эмилика т.с. национальное достояние отлично могли стан вступает в коалицию хреново так армия сейчас она уже там начнет формироваться построится все что я ставил и тогда продолжим коалиция у кого из вас выше осада 1 0 коалиция коалиция нет но теперь у меня есть собственной территории которые я могу обратить капул да тебя нам не надо остальные собираются здесь так вот куда ты идешь где мой флот на никакую большую армию я не захватил охота за вражескими флотами в балтийском море все что мы строили все армии мы уже построили сейчас мы здесь объединим национальное достояние оккупировано россии куда что своей армии то делал чего нет приступить так объединить генералов у нас есть даже свободное отлично сформировать оставшиеся полки и начать строить фарты у нам надо проапгрейдится до восьмого уровня а нет пока не могу кого кто-то из субъектов уже достиг 24 уровня ну теоретически я могу прям буквально в каждую провинцию натыкать чтобы они тут охренели это все луга и равнины которые не дают никакого бонуса здесь хотя бы горы минус 2 бросок для атакующего плюс 25 процентов защиты крепости так здесь нам сначала провинции прокачать без проблем у тебя на нас и на целый десяток прокачивать и все равно мне еще пока денег не хватает национализм державе русская калифорния полковник русская калифорния армия стал известен как сторонник вооруженного сопротивления россии то есть нам талантливый боец и харизматичный лидер он убеждает все больше людей в опасных идеях независимости но вместо немедленной казни этой выскочки местные власти в нашей колонии державы русская калифорния назначили его генералом как они посмели желание свободы увеличивается на один процент еще одну провинцию обратили бадах шан приступить давай сюда ты еще пока формируешься ты здесь прикрываешь есть одна осада готова ступаем к следующей так здесь нужно до двадцатки сделать развитие местная цена развития ок админ очков у меня хватает кей теперь деньги нужны взрыв рождаемости лошадей лучше всего покупать лошадей для кавалерии когда им 3-4 года к счастью для нас последние несколько лет у нас рождается больше лошадей чем обычно повышение снабжения лошадьми сделала нам наем кавалеристов значительно дешевле стоимость кавалерии минус 10 процентов на 10 лет так что у нас тут швеция тоже не мой миньон нет значит помогать им никакого резона у меня нет более что не в коалиции против меня помпом помпом эти две провинции я еще не окучил хорошо так они взяли здесь взяли здесь так они тут взяли золотой век умин с доходами порядок торговля зерном казаки всегда были не в ладах с другими сословиями с сословиями в виду их необычных манер и разномастного происхождения однако в последнее время эти разноголосия значительно усилились горожане встревожены тем что казаки совершают рейды и утверждают что их цель нарушение поставок зерна казаки же напротив утверждают что они лишь атакуют татар и разбойников в этом регионе а горожане просто ошибаются из-за недостаточного административного влияния государства в этой области установить истину тяжело но налицо конфликт между двумя фракциями которые должен разрешиться выговором или санкциями с к одной из сторон поддержать казаков казаки получат 15 лояльности и 10 влияния горожане потеряет 15 лояльности 10 влияния граждане не лгут казаки потеряют 15 лояльности и 10 влияния не дайте первую опцию так 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 почти сформировалась эта армия помешал перейти к вот так 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 а Многовато. Не успеваю. Чуть-чуть не успеваю. Поэтому я не люблю высокие скорости во время войны. Так. Дисциплина у меня намного выше. Боевой дух у них выше. Тактика у меня повыше. Но если они еще подкринут подкрепление, то будет плохо. Если не подкинут, то в принципе терпимо. Ты можешь вперед пройти? Можешь. Чем тебе на корабль заходить? Скажи мне, пожалуйста. Ведут подкрепление. Все, можем отступить. Я бы хотел отступить куда-нибудь сюда. При этом мы убили их солдат больше. 25 тысяч. Против 10 тысяч. И отступили. Потеряли немножко военного счета. Вообще не принципиально. Пусть мы этот счет здесь быстренько выпрямим. Так, мне нужен любой. Давай вот ты. Иди сюда. Так, в порт. Какую я провинцию только что прокачивал. Вот эту. Нет? Вот эту. Окей. Так, у тебя сколько не хватает? 4 плюс 4? 8. Это 6. 8. Так, здесь вражеских флотов нет. Значит, они где-нибудь здесь плавают. Национальное настояние. Так, новая армия готова. О, артиллерия еще строится. Так, в порт взяли. Да сколько в артиллерии? 1. То есть у вас у всех троих по единичке. Не очень хорошо. Так. Сюда. Наоборот, ты сюда. Потому что ты впереди, а ты сюда прикрывать. Так, ты жди, когда сейчас эти здесь оккупируют. На что они рассчитывают? Или это я их вытащил из порта, когда захватил провинцию? Может быть. Национальное достояние оккупировано. И морское сражение победа. Естественно, победа. Какие могут быть еще варианты? Национальное достояние. Замечательно. Так, следующий форт. 21 месяц он будет строиться. То есть не факт, что успеется постройка к концу этой войны. Но вполне возможно, что будет опять война с коалицией. Тогда это нам все пригодится. Цена развития. Бросок атакующего. Ну, хотя бы холмы. Цена развития. Сколько тебе нужно? 6. Ок. Так, а что у нас здесь мы не добили, что ли? Добить. Ок. Так, это повстанцево субъектов. Ок. Так, ты... Все, теперь готов. Сада 0. Тут еще эти двое. Ну, че-че-че. Три армии. Так, а где у них столица? А, вот. Амстердам. Имеет место в парламенте. Имеет два великих проекта. Все, закончили. Отлично. Мы можем здесь собрать войска и начать более активно продвигаться. Так, здесь наши все переправ... Перепла... О, блин, переправились. У-у-у. Хорошо, что я построил целую кучу транспортников. Обратили к Кабул. Давайте Джалалабад. Так, в порт, в порт, в порт. Тебе нужно четыре. Единица. Единица. Окей. Ну, видимо, там на нас напоролась какая-то вражеская армия. Микро. Тануанские сепаратисты. Город требует места в парламенте. Арезо. У-у, ё-моё. Таймер-то уже какой. Так, накопил ТТТ. Получите. Арезо. Да, без проблем. И давайте на этом на сегодня прервемся. Таймер и так уже улетел на 11 минут выше. На сегодня все. Продолжение в следующий раз. Продолжение в следующий раз.